Трубы текут, изоляции нет, а реакции управляющей компании не дождаться. Сегодня представители жилинспекции устроили выездную проверку по домам, откуда поступило много жалоб жильцов на безответственных коммунальщиков. Управляющая компания теперь рискует остаться без лицензии. В доме на Октябрьском проспекте 56А, например, даже после 8 жалоб на недостаточно горячую воду в кранах и надырявые трубы в подвале, никто из специалистов управляющей компании так и не подъехал. Теперь подъехали специалисты госжилинспекции. Жительница Валентина Буркова показала им причины всех этих обращений. Вот этот стояк идет в мою квартиру. Вы видите, в каком он состоянии? Вы видите, тут изоляции практически нет. Посмотрите, все оголено. И еще тут рядом окно. Вот если будет на улице 30 градусов, какая будет у меня температура в квартире? А еще, по словам женщины, в доме давно не выполняются вообще никакие ремонты. Это несмотря на то, что в доме почти нет должников. Жилищный инспектор заявили, что такое поведение управляющих компаний недопустимо. По данному случаю в ГЖИ уже заведено дело, проводится проверка. А специалисты сразу предупредили коммунальщиков, которые в ответе за этот дом, им пора готовиться к штрафам. Здесь мы говорим только сегодня пока о нарушениях лицензионных требований. То есть это статья 14.1.3 Кодекса Российской Федерации о правонарушениях. Здесь мы говорим о статье 7.23.3. Это не предоставление ответов на обращение граждан. В рамках основной статьи нашей это нарушение лицензионных требований. Там 250 тысяч рублей. Отныне такие публичные выезды специалисты и государственные жилищные инспекции пообещали устраивать регулярно. А еще предупредили работников управляющих компаний, которые забывают выполнять свои прямые обязанности о том, что за подобные многократные нарушения они будут лишены лицензий. То есть больше не смогут заниматься управлением жилфонда. Кстати, активность ГЖИ в этом году действительно выросла. На днях стало известно, что арбитражный суд по заявлениям инспекторов уже отобрал лицензии у 19 компаний. На рассмотрении у судей уже есть новые претенденты на вылет.